Всевышний дал человеку возможность как выбрать добро, так и выбрать зло, как выбрать соблюдение заповедей, так и выбрать их нарушение. Но назначение заповедей это привести человека к большему совершенству. Выполнить заповедь является прежде всего актом морали, поскольку Творец создал нас, создался для определенной цели и подарил нам без всяких обязательств весь мир, который мы с вами используем. Воздух для дыхания, еда для питания, любовь ближних, восходы, закаты, поездку в отпуск, музыку Моцарта и Бетховена. И несмотря то, что все это частично создали люди, но мы бы всем этим не могли бы воспользоваться, если Всевышний создал мир и нас в нем. Поэтому получается, что благодарность Всевышнему, она как минимум должна быть такой же благодарностью, как людям. И точно так же, как мы воспринимаем как невежу человека, который приходит в гости, например, если пьет и не говорит спасибо, точно также будет неправильно, если мы будем пользоваться этим миром, не говоря спасибо его хозяину и не выполняя те не очень сложные обязанности, которые он дал нам в этом мире. И чем более тщательно и с любовью мы выполняем их, тем больше мы выстраиваем моральный облик самого себя. И в этом назначение заповедей, мы как бы строим духовный образ самих себя на основе морали и благодарности для более совершенного существования в будущем мире. Если человек делает что-либо небрежно, не обращая внимания на детали, не входя в суть, то он тем самым показывает, что ему не важен результат, и он не очень-то задумывается на самом деле о том, что это для вас нужно и так далее. Представьте себе, что речь идет, скажем, об отношении к семье, и жена о чем-то просит мужа, объясняет ему, что ей очень-очень важно, чтобы он сделал для нее вот то-то, то-то и то-то. Представьте себе также, что он что-то делает небрежно, что-то забывает, а что-то вообще даже не собирается делать, и при этом говорит ей, дорогая, я все-все выполнил, что ты хотела. Когда она смотрит, у нее охватывают слезы, она начинает плакать, и она говорит, почему же ты на самом деле так со мной поступаешь? Он говорит, я не понимаю, я же все сделал. Она говорит, ну как же ты все сделал? Вот это ты не сделал, вот это ты ничего не сделал. И точно так же, когда мы с вами полнеем заповеди, думая, что мы сами можем решить, вот здесь вот я стихи пишу, а здесь я рыбу заворачиваю, то, конечно, из такого с вами заповеди ничего хорошего не получается. Мы, без того, чтобы сделать хорошее, не делаем даже половины, а может быть даже ничего. Поэтому, безусловно, выполнение заповедей требует от нас понимания, во-первых, границ заповеди, что мы, собственно, должны делать, что можно и что нельзя, и в каком объеме можно и нужно сделать. Во-вторых, это требует от нас еще ответственного отношения. Безусловно, если человек нарушает какую-либо заповедь ненамеренно, как здесь сказано, корка хлеба под кроватью в Песах, кошельный завтрак случайно в путешествии, случайно принесет на период шаббат, это, безусловно, нарушение, но несознательное. По крайней мере, нельзя говорить о том, что человек, он хотел причинить какой-то вред, не дай бог, хотел сделать что-то против Торы, но даже несознательное нарушение, оно все равно является нарушением, и оно говорит о том, что мы недостаточно ценим, недостаточно вникаем в приказы Творца, недостаточно любви Творца. Все это признаки того, что в нас нет любви, а любовь ко Всевышнему это первое из заповедей Торы, так ее указывает Рамбам в Сафир Амитсвот, в книге заповедей и в Мишне Туравка, в книге от Казака. Мы видим, что любовь ко Всевышнему это может быть главной из обязанностей человека в мире, и, конечно же, когда человек забывает, не выполняет то, что его просит любимый, то получается, что он не любит, и иногда люди даже, может быть, очень моральные и духовные в отношениях с другими людьми, но не считающие нужным дело то, что они просят Всевышний, они на самом деле оказываются не на высоте той самой морали, которую сами проповедуют, и это очень жаль. Это происходит от невежества, от того, что люди, к сожалению, не всегда понимают хорошо основы своей собственной национальной культуры и традиции. И вот очень важно в соблюдении заповедей дик-дук, то, что называется. Вы видите, в современном дик-дук это грамматика, но есть еще глагол ледок-дек, значит быть тщательным и пунктуальным, и в выполнении заповедей очень важно, чтобы человек был тщательным и пунктуальным, и выполнял бы заповеди полностью, так как они написаны, не считая на свой страх и риск, что вот это важно, а вот это вот не важно. Мы с вами не можем быть специалистами в этом вопросе, мы смотрим с других совершенно позиций, чем тот, кто нам дал эти заповеди. Поэтому устои не пошатнутся, мир не упадет, но сами мы себе, безусловно, очень сильно испортим, если будем относиться к заповедям наплевательски, и сегодня мы соблюдаем, завтра нет, это не то отношение, которое от нас ждет Творец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok